Великий молитвенник земли русской, святой преподобный Серафим Саровский, имеет дерзновение спрашивать у Бога помощи нам, простым людям. Об этом говорит и вся его праведная жизнь, и светлая кончина, и чудеса, происходившие уже после его смерти. Еще до его официальной канонизации в народе верили в молитвы батюшки Серафима и прибегали к его помощи в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, старец оставил многочисленные послания о будущем, смысл которых разгадывают и по сей день, особенно часто говорят о предсказаниях святого Серафима в наше время, отождествляя их с тем, что происходит сейчас в мире. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига, носивший имя Прохор, появился на свет 19 июля 1759 года в благочестивой купеческой семье из города Курска. Его отец, Исидор Машнин, имел кирпичные заводы и занимался в качестве подрядчика постройкой каменных зданий, церквей и домов. Мать Серафима Саровского тоже была благочестивой и милостивой женщиной. Ее звали Агафья. Она много помогала бедным, в особенности сиротам и неимущим невестам. Отец Серафима умер, когда ему не было и трех лет. Следовательно, его всецело воспитывала боголюбивая, добрая и умная матушка, которая учила его более примером своей жизни, проходившему в молитве, посещении храмов и в помощи бедным. Уже с детства жизнь маленького Серафима была отмечена знамениями милости Божией. Еще в детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Через три года новое событие обнаружило ясным образом покровительство Божие над Прохором. Ему исполнилось 10 лет, и он отличался крепким телосложением, остротой ума, быстрой памятью и одновременно кротостью и смирением. Его начали учить церковной грамоте, и Прохор взялся за дело с охотой, но вдруг сильно заболел, и даже домашние не надеялись на его выздоровление. В самое трудное время болезни в сонном видении Прохор увидел Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезни. Проснувшись, он рассказал это видение своей матери. Действительно, вскоре в одном из крестных ходов внесли по городу Курску чудотворную икону знамения Божьей Матери по той улице, где был дом Мошниной. Прошел сильный дождь. Чтобы перейти на другую улицу, крестный ход, вероятно, для сокращения пути и избежания грязи направился через двор Мошниной. Пользуясь этим случаем, Агафья вынесла больного сына на двор, приложила к чудотворной иконе. Заметили, что с этого времени Прохор начал поправляться, и скоро совсем выздоровел. Так исполнилось обещание Царицы Небесной посетить отрока и исцелить его. С восстановлением здоровья Прохор продолжал успешно свое обучение. Изучал часа слов, псалтырь, выучился писать и полюбил чтение Библии и духовных книг. Старший брат Прохора Алексей занимался торговлей и имел свою лавку в Курске. Так что малолетнего Прохора заставляли приучаться к торговле в этой лавке. Но к торговле и барышам не лежало его сердце. В то время в городе Курске жил какой-то Юродивый, которого имя теперь забыто. Но тогда все чтили. Прохор с ним познакомился и всем сердцем прилепился к Юродивому. Последний, в свою очередь, возлюбил Прохора. И своим влиянием еще больше расположил душу его, благочестию и уединенной жизнью. Умная мать его все примечала и душевно радовалась, что ее сын так близок к Господу. Редкое счастье выпало и Прохору, иметь такую мать и воспитательницу, которая не мешала, но способствовала его желанию выбрать себе духовную жизнь. В 17 лет Прохор совершил путешествие в Киево-Печерскую лавру, как паломник. Там он встретил старца Досифея, который благословил парня на постриг и наказал отправляться в Саров. Мать не воспротивилась решению сына и благословила его простым медным крестом, с которым он не расставался до конца жизни. 18 августа 1786 года Прохор принял постриг с именем Серафим, что означает «пламенный». Почти сразу он был возведен в сан Иеродиакона, а затем Иеромонаха. Серафиму был близок аскетичный образ жизни, как и большинству тех, кто избрал служение. Для единения с самим собой инок построил себе в лесу келью на реке Саровке. Чтобы добраться до монастыря, Серафим преодолевал пешком расстояние около пяти километров. Из жития известно, что Иеромонах носил в зимнее и летнее время одинаковые одежды, самостоятельно находил еду в лесу. Серафим Саровский непродолжительно спал, держал строжайший пост, перечитывал Святое Писание. Годами Серафим ел лишь траву сныть. Кроме того, старец избрал особый вид подвига – столпничества, при котором тысячу дней и ночей непрерывно молился на валуне. Так Серафим стал именоваться преподобным, то есть схожим поведением с Иисусом Христом. Однако эта информация подвергается сомнению как светскими авторами, так и представителями церкви. В житии Саровского описан случай, когда однажды разбойники, разузнав, что у Серафима бывают обеспеченные гости, посчитали, что инок успел разбогатеть. Пока Иеромонах молился, грабители напали и избили его. Серафим не оказал никакого сопротивления, несмотря на силу, мощь и молодость. Но в келье Аскета преступники никаких богатств не обнаружили. Преподобный выжил, но после произошедшего так и остался сгорбленным. Преступников поймали, но отец Серафим подарил виновным прощение. После выздоровления через три года Серафим взял на себя подвиг безмолвия. За свои подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать всех, приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Главный же дар, который он получил за свою безграничную любовь к Богу, это всеобъемлющая любовь к ближним. «Христос воскрес! Радость моя!» С этими словами богоносный старец встречал каждого, кто к нему приходил. Многим Серафим дал ценные советы, направил на верный путь. Известен случай с генералом, приехавшим к старцу из любопытства. Преподобный рассказал ему всю жизнь, все совершенные грехи, так что военачальник вышел из кельи, горько рыдая. Иногда батюшка отвечал на письма, не только не читая их, но даже не распечатывая, или давал ответы на вопросы пришедшего до того, как он их задаст. Сам преподобный Серафим, когда его однажды спросили, каким образом он видит грехи и скорби, приходящих к нему, ответил, что это ему не дано. «Я грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь, то я и передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в моей душе, я считаю указанием Божиим. И говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только верую, что так мне указывает воля Божья для его пользы». Говорят, что в 1825 году к затворнику тайно приезжал император Александр I, когда путешествовал по землям русским из Архангельска на юг. Через несколько дней после разговора со старцем император скоропостижно скончался в Таганроге. Так гласит официальная версия. А по слухам, царь чрезвычайно вдохновился беседой с Серафимом Саровским, понял, что нужно отойти от дел мирских и встать на путь благословенный, и ушел в монастырь, став иноком. По некоторым слухам, Александр записал слова иеромонаха, которые относились к судьбе империи, и конкретно о семье Романовых. Потом эти записи составили в отдельную книгу, которая тайно передавалась от императора к императору. Но после революции книга попала к большевикам и до сих пор находится где-то в тайных архивах Кремля. Сам иеромонах прожил 78 лет, и последние 30 помогал людям. Весть о том, что где-то под Нижним Новгородом живет старец, обладающий уникальными способностями, облетела всю Россию. И потом рассказы о чудесных исцелениях только множились. В начале XX века император Николай II инициировал причисление Серафима к лику святых. Почитать Серафима начали еще при жизни, а канонизирован старец был по настоянию супруги Николая II Александры Федоровны. Это случилось в 1903 году. По слухам, императорская чета верила, что именно благодаря молитвам отцу Серафиму в царской семье появился наследник. Кроме того, святого любили в народе, а романовы в вопросах веры стремились не отдаляться от подданных. Такое развитие событий вызвало целый скандал, во главе которого стоял Константин Победоносцев, занимавший пост представителя императора в Святейшем Синоде. Последний не считал распоряжение царя соответствующим церковным канонам. Отчасти Серафима Саровского не спешили причислять к лику святых из-за сведений, указывающих на симпатию преподобного к старообрядцам. О том, как действительности иеромонах относился к раскольникам, до сих пор ведутся дискуссии. Осенью 1920 года Уездный съезд Советов в Темникове постановил вскрыть раку с мощами старца, что и произошло в конце года. В 1922 году останки Серафима Саровского оказались в Музее религиозного искусства в Донском монастыре, где затем попросту потерялись. В 1990 году в фондах Музея истории и религии при Казанском соборе в Санкт-Петербурге обнаружились неизвестные человеческие кости. Благодаря сохранившемуся акту вскрытия раки удалось установить, что останки принадлежат Серафиму Саровскому. Обретение мощей состоялось 1 августа 1991 года после торжественной встречи гроба иеромонаха в Дивееве. Теперь немного о достоверности предсказаний и пророчеств Серафима Саровского. Ни одно житие преподобного не говорит о том, что он находил время для создания письменных сочинений. Современный исследователь жизни святого, историк Степашкин, обнаружил всего несколько автографов старца на деловых бумагах. Труд, молитва и в последние десятилетия жизни старчества – вот то, что составляло содержание его жизни. Основным источником информации о святом являются житийные своды, выпускавшиеся при жизни и дополнявшиеся уже после смерти старца. По одной из версий все тексты записывались со слов монаха, его духовным сыном, помещиком Матевиловым. Но есть и официальная версия текстов, записанная отцом Сергием. В ней предсказаний не содержится. Некоторые предсказания описаны в воспоминаниях современников. Все тексты передаются церковным языком, в них чувствуется глубокая вера в Бога и хорошее знание священного писания, так как все пророчества тесно переплетаются с сюжетами из Библии. Смысл каждого текста – это православная вера, Господь, Бог и Церковь. Эпоха, в которой жил святой, отличалась наличием сильной централизованной власти, почитанием православного императора и Церкви. Серафим говорил в своих посланиях о царях и их судьбах, бунтах и смутах, испытаниях для Церкви и мировых войнах, и в итоге о том, что Русь возродится и займет свое место в мире. Практически все послания Серафима Саровского относятся к России. Их достаточно много, и большинство предсказаний запутаны и неоднозначны. Старец говорил о бунте против царя через 50 лет после его смерти. Действительно, было несколько покушений на жизнь императора Александра II, одно из которых принесло свои печальные плоды. Серафим предсказал гибель Российской империи в 1917 году. Текст содержит упоминания о злодеях, которые придут к власти, но их деятельность пойдет не на пользу народу. Станут убивать духовенство, дворян и искоренять религию. Бунтари будут долго готовиться к перевороту, и, наконец, дождутся момента, когда страна ослабеет. Здесь под слабостью страны имеется в виду Первая мировая война и свергнут царскую власть, прольется много крови. Это предсказание, вернее, упоминание о нем, было в дневнике дочери Федора Тютчева, которая служила фрейлиной в свите Александра II. Старец рассказывал о том, как будет восстановлен храм Христа Спасителя, хотя в годы жизни Серафима такого храма еще не существовало. Его построят только через 30 лет. Он опишет процесс так. На восстановленный храм поднимут колокол, соберется народ, но на лицах людей нет радости. Каждый думает только о будущем государства и о том, упадет ли колокол, выдержит ли его кляча. Есть предсказания, которые трактовали как распад СССР. Старец предсказал распад империи. Длительное время в стране происходят кризисы и неурядицы, но процесс завершается победой бога и царя. Возможно, Серафим Саровский имел в виду свержение коммунистов, после чего начался рост влияния церкви, возрождение монастырей и храмов, пересмотр отношения к белому движению и монархии. По словам исследователей, есть предсказания Серафима Саровского, которым только предстоит сбыться. Например, Иеромонах говорил, что когда распадется империя, Господь даст людям время на то, чтобы они покаялись в своих грехах и вернулись в православную веру. На это отводится ровно 15 лет. Однако с распада СССР 15 лет уже прошло. После чего, если жители России не воспользуются назиданием, Бог обрушит на них еще большие страдания, чем в предыдущие годы. Еще одно предсказание. Когда будет создано единое славянское государство, главной составляющей которого станет Россия, остальной мир ждет война. Эта борьба будет длиться 10 лет. Итогом ее станет расширение христианского влияния. В частности, большая часть земель, которые принадлежат Турции, станут православными, перейдут к России, в том числе Константинополь и Иерусалим. Для России предсказания Серафима Саровского утешительные. Только на русской земле сохранится благочестие. Поэтому Бог не допустит ее разрушения. Только благодаря православной вере Россия несокрушима и страшна для своих врагов. Итогом Третьей мировой войны станет объединение всех славянских народов под флагом России. Однако не все так гладко. Русский народ должен пройти по дороге, на которой ее подстерегает множество опасностей и страданий. Только выдержав их, русские смогут объединиться и прийти к славе. Послание о пришествии Антихриста. Там, где не будет православия, воцарится Антихрист, говорят пророчества Серафима Саровского. Старец считал, что все течения в политике, так называемые реформы и революции, противоречат христианству, уже по своей природе. Именно от них идет угроза для настоящей веры в Господа. Если доверить мир реформаторам, они примутся уничтожать христианство, и в частности православную религию. И тогда придет Антихрист. Но это будет не скоро, так как в предсказании есть уточнение. Антихрист появится, когда население России достигнет численности 180 миллионов человек. К слову сказать, в 1921 году в России, по официальным данным, проживает 146 миллионов, но численность населения по сравнению с прошлым годом сокращается. К тому же не всему стоит верить, так как после смерти Серафима Саровского выходило еще много пророчеств, которые приписывали именно ему. И теперь довольно сложно определить, что именно говорил сам старец, а что появилось уже после того, как события уже свершились. Говорят, что настоящие сборники посланий старца Серафима до сих пор не появились и хранятся где-то в архивах монастырей или вывезены за рубеж во время Второй мировой войны. Впрочем, прямая ложь все же вряд ли имела место. Скорее, многие почитатели святого додумывали сказанное им, иногда излагали по-своему. Например, Николай Александрович Мотовилов Слушка Серафимов, его почитатель оставил подобные записи пророчества святого о судьбах России. Однако современные историки видят в них не только возможные высказывания духоносного старца, но также собственные рассуждения Мотовилова, которые к святому уже не имеют отношения. К тому же некоторые сомнения вызывает личность автора, его духовное состояние. Да и взгляды Николая Александровича должны быть подвергнуты критическому рассмотрению в свете православного учения. Вот лишь некоторые известные историкам факты. Первое. Мотовилов познакомился со старцем только в 1831 году, за полтора года до кончины преподобному. Поэтому близким его духовным чадом не мог быть. По этой же причине его нельзя рассматривать как главного биографа старца. Также по данным архивных источников Мотовилов страдал душевным заболеванием, облегчение от которого с его слов наступило по молитвам преподобного Серафима. Однако записки Мотовилова, найденные в свое время Нилусом на чердаке его дома, несут на себе печать некоторой экзальтированности, свойственной душевно не вполне здоровым людям. Именно в дневниках Мотовилова и были обнаружены эти записи, которые приписывались преподобному Серафиму о создании последние времена Славянского царства, о росте территории России, о захвате Константинополя и Иерусалима силами России, а также многих других стран, о том, что антихрист родится между Москвой и Петербургом, о Восьмом Вселенском соборе и многое другое. Каковы же пророчества святого, которые можно действительно определить, как высказанные им лично? Например, о будущем России. Однажды преподобный сказал, что видел духом русскую землю, покрытую как бы кодильным дымом. Это были молитвы множества святых, явленных и неявленных. Твердая вера людей всегда была для святого Серафима залогом того, что как бы не согрешила Россия, Господь ее паки помилует. Но не вызывают сомнения также другие слова святого о том, что если произойдет отступление от веры, Русь не будет помилована. Святому открыто было, что время такое наступит. От веры отступят не только простецы, но даже многие архиереи и священники. Три дня святой, по его словам, молился о том, чтобы Господь отвел это испытание, но ему было отказано в этой просьбе. Еще один спорный вопрос. История о том, что во время канонизации преподобного 19 июля 1903 года ее родивая Паша Саровская якобы передала Николаю II, посетившему ее, письмо старца Серафима, адресованное ему лично. Ни подлинник этого письма, ни содержание архива тех лет не сохранили. Существует несколько рассказов о том, что письмо якобы вызвало шок у императрицы и самого Николая, так как касалось их будущего. Историки предполагают, что подобные рассуждения могли появиться постфактум, после гибели царской семьи. Что же говорил святой о последних временах? Достаточно долгое время за предсказания Серафима Саровского о конце мира принимали собственные рассуждения Мотовилова, помещенные в его записках. Из сохранившихся слов святого, по крайней мере известно, что подобные разговоры он вел неохотно. Митрополит Вениамин Фетченков приводит случай с одним монахом, который спрашивал святого о том, не ныли ли уже наступает конец мира. Старец отвечал, Известное многим пророчество о рождении антихриста в России в городе между Москвой и Петербургом, как утверждают историки, не имеет отношения к святому. Рассуждение принадлежит тоже Мотовилову. Предсказания о пришествии антихриста, которые можно считать подлинными словами преподобного, относятся не ко всей России, а к любимой старцам Дивеевской обители. Например, известны слова, не рассказанные Инокинем. До антихриста не доживете, а времена антихристовые переживете. Это может пониматься как предсказание наступления времени гонений, что полностью сбылось после революции 1917 года. Вместе с этим эти антихристовые времена еще не собственно конец мира. Можно сказать, что преподобный понимает антихриста в том же смысле, что, например, и апостол Иоанн Богослов, называющий так всякого противящегося Господу. Обращаясь к последним временам, предшествующим уже к концу мира, святой Серафим говорит о расширении обители, ее благосостоянии, но на очень короткое время. Затем всех христиан ждут такие гонения, что ангелы едва будут успевать брать души. Наконец придет сам антихрист, но войти в монастырь не сможет, ибо канавка будет вам стеною до небес. Речь идет о святой канавке вокруг монастыря, вырытой по повелению святого и называемой им стопочками царицы небесной. Смысл этого пророчества в настоящее время не ясен. О конце света и своем воскрешении Существует множество преданий о том, что преподобный Серафим предсказывал свое воскрешение накануне конца мира, а также то, что после этого он будет проповедовать всемирное покаяние, вернувшись в Дивеевскую обитель. Источником подобных легенд является книга Нилуса, основанная на записках Матавилова и, кроме того, письма Матавилова к императору Николаю I. Понимания этого предания различны. Буквальное. Речь идет о реальном воскрешении святого перед концом света. Современные духовники, например, протеерей Дмитрий Смирнов, указывают, что буквальное понимание воскрешения Серафима накануне Второго пришествия не согласуется с Писанием. По словам священника, в нем ясно говорится о пришествии перед концом мира пророков Еноха и Илии. Возможно, и Аанна Богослова, но никаких других указаний на воскрешение отдельных святых до пришествия Христова Писание не содержит. И другое трактование. Пророчество может быть понято как предсказание о втором обретении мощей преподобного, которое состоялось в 1991 году. 1 августа, в годовщину канонизации святого, его мощи торжественно перенесены в Дивеево, где, по слову преподобного Серафима, среди лета запели Пасху. Это действительно было возвращение в любимую обитель. Само обретение мощей, конечно, способствовало обращению людей к вере и покаянию. О всеобщем воскресении святой говорил вполне согласно церковному писанию. Он советовал избегать житейских попечений, молиться, готовить свою душу к встрече с Господом. Вот слова Серафима Саровского. «Лучше для нас презирать то, что не наше, то есть временное и переходящее, и желать нашего, то есть нетления и бессмертия. Ибо когда будем нетленны и бессмертны, тогда удостоимся видимого богосозерцания, подобно апостолам при божественнейшем преображении, и приобщимся в превышеумнейшего единения с Богом, подобно небесным умам, ибо будем подобны ангелам и сынам Божиим». В настоящее время, глядя на происходящее вокруг нас, может быть, мы и дожили до последних времен, о которых предсказывал преподобный. Возможно, Господь отсрочит последний суд, дав время на покаяние, но житейские бури проносятся одна за другой, пугая и смущая, а потому для всех желающих, подобно современникам старца, узнать, не наступает ли уже конец, актуален его короткий ответ. Огородись молчанием и внимай себе.